Здравствуйте! Сегодня поговорим с вами о том, почему после установки гормональной внутриматочной спирали могут появляться функциональные кисты яичника. Гормональная спираль часто используется как метод контрацепции или метод лечения различной гинекологической патологии. Она может быть важным элементом заботы о здоровье женщин. Однако, несмотря на ее эффективность, некоторые женщины могут столкнуться с побочными эффектами, включая появление функциональных кист яичников. Почему так происходит? После установки гормональной спирали женщины могут испытывать различные изменения в своем организме в первые месяцы. Это связано с тем, что организм адаптируется к новым гормональным условиям. Именно в этот период, обычно в течение первых 3-6 месяцев, после установки спирали чаще всего возникают функциональные кисты яичников. В этот период тело приспосабливается к гормонам, высвобождающимся гормональной спиралью, и может реагировать изменениям в амбулаторном цикле. Это может привести к нерегулярному высвобождению яйцеклеток и, как следствие, к формированию функциональных кист яичников. Функциональные кисты яичников – это жидкостное образование в яичнике, которое обычно появляется в результате нормальных физиологических процессов во время менструального цикла. Они могут быть как фолликулярными, так и кистами желтого тела. Хотя функциональные кисты яичников обычно не представляют серьезные угрозы для здоровья, важно обратиться к врачу, если у вас возникли новые или усилились старые симптомы, такие как боли внизу живота, нарушение менструального цикла или боли во время полового акта. Врач может рекомендовать дополнительное обследование, включая ультразвуковое исследование для диагностики и наблюдения за кистой. Хотя появление функциональных кист яичников после установки гормональной спирали может быть довольно распространенным, важно быть внимательным к симптомам и консультироваться с врачом при любых изменениях в вашем здоровье. Обсудите свои беспокойства и вопросы с врачом, чтобы обеспечить наилучшую заботу о вашем здоровье. Надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Спасибо большое за ваше внимание. Подписывайтесь на мою страничку. До новых встреч! Продолжение следует...